Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна ФМ. Миша, здравствуй. Здравствуйте, Лиза. Как у вас? Как настроение? Все вообще отлично. Замечательно, замечательно. Прекрасная студия. Сразу взбондрила и поняла настроение. Смотрите, на самом деле настроение должно быть хорошим, потому что относительно недавно, буквально неделю назад, вы презентовали свою новую работу, альбом, который называется «Зима». И там как раз уже можно готовиться к Новому году, к Рождеству, потому что композиции соответствующие. Представляете, как мы давно начали подготавливаться к Новому году? Что как раз с сентября. Да, с 7 декабря. Серьезно, с сентября все это готовилось? Задумали, да. И где-то вот октябрь-ноябрь приступили. Ну и прекрасно. В общем, писали мы эти песни уже с новогодним настроением. Что там? Смотрите, там, получается, и старые песни, и новые. Как это все? Ну, смотрите, история альбома, да, действительно, правильно Яна говорит, где-то там в сентябре. Все задумали. Да, задумали, может быть, даже чуть-чуть раньше. Но некоторые песни, они были записаны и сделаны уже давно. Например, «Синий иний» и «Тундра». Ну, «Тундра» — это просто, наверное, одна из самых известных самоцветских песен. Да, которая в программе в нашей. Да, с которой вообще все началось у самоцветов. Потому что там слова. Сколько хочешь самоцветов, мы с тобой ее соберем. Ну, вот, и эту песню мы, наверное, первую сделали, а потом была «Синий иний», и потом уже вот мы дописали, можно сказать, с сентября вот эти вот три песни. Мы решили, две зимних есть, да. Нам нужно как-то... Почему бы? Почему бы не выпустить? Такой мини-альбом. И как раз вовремя все получилось. Смотрите, поскольку сегодня вы вдвоем у нас в гостях в студии, будем говорить преимущественно о вас. Ребята, вот какой факт. Я так уже закинула удочку, Яна спросила. Я много посмотрела про вас в интервью, и что вы говорите, мы передаем, конечно, привет вашим коллегам. Класс. И небольшой привет. Да. Привет. Меня поразил следующий факт. Вы учились в одной школе. Да, нас тоже поразил этот факт. И больше, что меня еще больше удивило, вы не знали об этом. Вообще не знали. То есть вы друг друга не знали, что вы учитесь в одной школе. Да, мы так сначала рассказывали. Получается, вы вдвоем учились, и Инна, по-моему, с вами училась, да? Ну, у нас немножечко есть разница. Ну, понятно, в разное время, но вы учились в одной школе. Обалдеть. Это такая известная школа, 11-13, она с уклоном хореографии и музыки. И там много артистов школы это выпустило, в том числе и нас. Яна просто в соседнем доме жила, и чтобы далеко не ходить, она первая, вот туда сразу, в эту школу. Да, но это правда. Обалдеть. Она прямо вот выходила из подъезда, и сразу следующий подъезд этой школы. И что, и спустя время только вы уже, ну, когда стали коллегами. Это самое время, лет 10 даже. Ну, мы еще поговорим об этом отдельно, как мы встретились на кастинге в «Новый самответ» с Яной. Вот, и выяснилось, что мы знаем друг друга, но, естественно, не по школе, а просто. Ну, как уже через других общих друзей. Вот Наташа Подольская и Юлия Караулова, да. Вот это да. Я думаю, вот надо у ребят обязательно спросить, как так получилось. Ну, смотрите, коллектив, на самом деле, уже много лет. Да, 13 будет. Да, уже дружны, у вас состав крепкий, никаких перемен, несмотря на нестабильный шоу-бизнеса. Да, ну как, вы знаете, как это? Всех впускаем, никого не выпускаем. Это хорошо. Ну, смотрите, атмосфера какая. Вот вы уже как родные люди, 13 лет вместе. Можете поругаться, поспорить, что-то выяснить? Можем, конечно. Выбирать репертуар. Как это все у вас случается? Открывайте секреты. Нет, все бывает. И спорим, и ссоримся, и миримся тут же. Ну, в основном, конечно, это такие терки, скажем, творческие. Да. Да, лично, конечно. Споры возникают, конечно. Безусловно. Уже настолько давно друг друга знаем. Знаем, как обойти уже эти острые углы, чтобы не вывести человека там друг к другу. Мы бережем друг друга. Знаем, иногда не знаем, иногда знаем. Нет, знаем, знаем. Просто у вас же еще и гастроли очень такие активные. И вы путешествуете, и несмотря на вот этот вот быт такой непростой, вы уже все равно вместе закаленные. Ну, мы скажем так, с детства закаленные. С детства закаленные. И Яна из такой артистической семьи, у нее папа, на секундочку, песняр. Да, 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 да. Белорусские песняры с Алисой. Так что тоже потаскал по гастролям, и этот быт был знаком с детства. Музыкальный. Мама тоже в музыкальной как бы сфере, скажем так, работа. Слушай, да и у тебя какое бэкграунд. Да, у меня вместе вообще. А что, про меня что-то известно? Конечно, все известно. Бэкграунд какой, о Гуго. И помним у тебя еще из фабрик, между прочим. Да, до фабрики тоже, между прочим, кое-что было. И до фабрики было, кое-что было. Смотрите, вот знаете еще что? У вас профессиональная очень команда. Вы все музыканты, вот мы об этом поговорили. Тем не менее, сейчас индустрия музыкальная так или иначе меняется. И с интернетом, и с другими жанрами, которые сейчас популярны. Вот, несмотря на вашу такую линию, да, вы смотрите, что сейчас модно, что сейчас на слуху, что сейчас набирает лайки в хайпе и так далее. Как-то обсуждаете это? Конечно, смотрим. Мне от этого недалеко не убежать, потому что у меня дочка взрослая, ей 17 лет. Она все время что-то подкидывает, да, 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 и я так делаю вид, что, ммм, клево. Я все знаю, да, я все знаю. Да, йо-йо-йо. Мне нравится. Версус баттл вы посмотрели. Я не думала, да, что так быстро я вот встану на эту сторону. Мне казалось, что я такая современная, модная, но все равно, на пятки наступают. Просто вам нравится то, что сейчас в топе, так скажем? Или вы просто к этому относитесь как данность? Да нет, кое-что нравится. Не меняйте свои. Нет, нет, что-то нравится. Не такие уж мы прям консервативные. Не такие уж мы консервативные. Не такие уж мы сколько хочешь, чтобы ответом мы с тобой садим. Серьезно, смотри, ты вот даже участник многих и проектов разных таких вот, которые были в свое время тоже на волне. Вот сейчас тебе нравится то, что происходит в музыке? Отличие в твоем мнении. Ну что-то нравится, что-то меньше нравится. Ну я честно скажу, я не люблю матершинные песни, хотя сам иногда грешу этими поражениями. Ну если про них говорить, то да. Да, ну просто понимаете, пропаганда наркотиков, вот если это можно в эфире говорить, она просто везде. То есть я понимаю, что есть там, не буду называть артистов, которые впрямую об этом поют. И как бы я не могу сказать, что они, да, они навязывают это. Вот, я считаю, что это плохо. У меня растет сын, ему 7 лет, и если он будет каждый день слушать это, то я думаю, что его это может утянуть как бы нехорошее русло. Ну они, да, они думают, что это сейчас так можно. Ну короче, это таким образом как-то культивируется. Сейчас весь мир в этом, безусловно. Но, что я хочу сказать, самое-то главное, что музыка хорошая остается. В этом году один из самых высокооплачиваемых и собирающих залы исполнителей оказался Рот Стюарт. Вот. Это музыка, которая будет жить вечно, и не только с его хитами. Он уже который год выпускает, по-моему, уже пятый, но четвертый точно выпустил альбом каверов, песен Фрэнк Синатра, который пел. Вот такая классика американская. Он в джазовых обработках с оркестром, с духовыми оркестрами. Ну как бы он сделал такие альбомы, ну как Майкл Бубле делает вот такого плана. Тони Беннетт, Фрэнк Синатра, весь американский фонд классический такой эстрадный музык. Ну вообще и музыка самская очень светлая. Ну вот Сонка же слушает у тебя такую музыку. Значит, это наше дело родителей направить и спитать. Приучить и направить. Друзья, смотрите, у нас сейчас будет звучать и крутиться на телеэкранах ваша работа, которая называется «Мир непрост». Давайте несколько слов о клипе, как снималось, как создавалось, как, может быть, перепевалось. Несколько таких, ну такая подводочка от артистов. Смотрите, 13 лет назад, когда мы только создались, мы сделали такую практически оригинальную версию песни «Все, что в жизни есть у меня». Это, в принципе, и есть «Мир непрост». Просто люди ее называют «Мир непрост». Поэтому вот этот вариант как бы такого ремейка, мы его сделали более быстрый, более танцевальный, но отнюдь это никакой не ремикс. Это просто ремейк более, как нам показалось, современный. Сделать его было сложно, но все-таки сделали. Ну можно. Сделали над ним почти полгода точно совершенно. Да, наш музыкальный продюсер, конечно, все это придумала Инна. Потом мы с нашим музыкальным продюсером Александром Максимовым… Все поплатили, докрутили. Да, Александром Максимовым, которым мы уже работаем тоже 13 лет. Это мой давний друг, я о нем отдельно скажу и о наших песнях уже потом, когда другие песни… Так, много планов, чтобы эфира хватило. Я уже закиваю пальцы, о чем вам поговорить надо. Да, планы есть, надо поговорить о музыке, это безусловно. Так вот «Мир непрост» сделали за полгода, получилось хорошо, и все мы концерты этой песней заканчиваем на ура. Здорово. Друзья, прямо сейчас в нашем эфире «Мир непрост». Наслаждаемся добрая музыка, что важно. Мир непрост, совсем непрост. Нельзя в нем скрыться от бурь и от гроз. Нельзя в нем скрыться от зимних вьюг. И от разлук, от горьких разлук. Но кроме бед, непрошенных бед, Есть в мире звезды и солнечный свет, Есть дом родной и тепло огня. И у меня, есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, о чем приводи и мечты, Это все, это все ты. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой. Связано, связано только с тобой. Мир непрост, совсем непрост. Но не боюсь я ни бурь и ни гроз. Не страшен холод, не страшен сной. Если со мной, ты рядом со мной. И не грусти, ты зря не грусти. Когда вдруг станет бега на пути. Святой я справлюсь, любовь храня. Ведь у меня есть ты у меня. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, о чем приводи и мечты, Это все, это все ты. Все, что в жизни есть у меня. Все, в чем радость каждого дня. Все, что я зову своей судьбой. Связано, связано только с тобой. Ты не грусти, ты зря не грусти. Когда вдруг станет бега на пути. Святой я справлюсь, любовь храня. 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 Все, что я зову своей судьбой Связано, связано только с тобой Друзья, мы продолжаем Группа «Новые самоцветы» в гостях у страны ФМ Веселов Михаил, Яна Дайнека, наши представители Как остальные участники поживают? Где они сейчас? Как у них дела? Почему не приехали в гости? Ну, потому что у каждого из наших участников У вас миссия, вы разделяете, да? Кстати, мы действительно, бывает, разделяемся Бывает, что я с Инной куда-то хожу Бывает, что кто-то у нас один ходит Но в данном случае у каждого просто своя еще деятельность Определенно есть У нас просто Инна, это, скажем так, не просто певица И руководитель коллектива Она еще очень много административных вопросов решает Связанных с концертами, со съемками И не Малик вам большой привет передает Инна слушает, смотрит Да, мы очень хотели познакомиться лично Ну ладно, мы придем еще Да, да, уже исполнять композиции Ну, в общем, у вас есть, вы делите работу такую Делим по полной программе Особенно в декабре Делим полномочия, как называется Инна делегирует, я делегирую Да я делегирую Слушайте, а вы скажите мне Вы, как уже тоже такие артисты профессиональные Понимаете, да, что, конечно, классно Когда каждый занимается своим делом Вот если певец исполнитель, он должен петь Если музыкант, он играет Но всегда так получается Если у тебя уже свой коллектив Много орг-моментов, которые приходится решать Ну, как вы к этому относитесь? Берете на себя вот эти вот руководительские функции Может быть, даже где-то режиссерские, организаторские На меня где сядешь, там и слезешь Уже мой коллектив, наш коллектив об этом знает Уже смирились за столько лет Я с этим трудно Я только пою Я только пою Не знаю, кто там сядет или кто слезет Но, по-моему... Нет, я много за творчество отвечаю За бьюти, за какие-то вот, да Ну, тоже же... Всякие соцсети Так это и называется делегировать, конечно Ну, возможно, да Это то, что мне приносит удовольствие А что касается вот каких-то, да, там, временных Михаил, что вы добавите, расскажите Я хочу добавить, что Яна и Инна Это вот как бы люди, которые, правда, за бьюти Люди за бьюти И люди за бьюти Но это не главное И за творчество тоже в первую очередь Потому что, в принципе, у нас как бы в коллективе Что касается музыкальной части Много становящихся Что касается вот... Это наше любимое слово, кстати, точно Вообще, я даже так шучу Офис Офис То есть мы немножко офис Вот Мы все равно какие-то вопросы решаем организационные Конечно, у нас есть люди, которые занимаются организацией То есть это пиар-отдел Вот Лерочка здесь Она сидит тоже, да, пиар-отдел Вот, есть люди, которые занимаются соцсетями Нам помогают с этим вопросом Но, конечно, творческий аспект Вот все, что касается... Да-да, мы все равно руки не опускаем И не перекладываем Все контролируете Все контролирует Слышит Инна И потом делегирует полномочия И мы там тоже все контролируем Хорошо, давайте вернемся именно к музыке К творчеству Решили поговорить Это важно, что группа «Новые самоцветы» Не только как бы возобновляет ту музыку Любимую нами, которая звучала Но и создает новые песни Новые композиции Вот прокомментируйте это Как идет работа над новым материалом Мы в течение всего нашего времени Как только собрались Всегда думали о том Чтобы нам обязательно нужно Параллельно делать свою историю Новые самоцветы новыми самоцветами Но чтобы и... Музыка была с вами Для души, да Что-то можно было исполнять И записывать, и выпускать Ну и, в принципе, начали мы это все Практически с самого начала Того, как группа появилась только Но вот именно что-то более удачное И интересное появилось Только в 2011 году Песня, помнишь, «Моден Тоттинг» Сергея Ревтова Да-да-да Потом мы сделали песню «Сердце не камень» И, наверное, самые такие Ну, симпатичные, как мне кажется Песни яркие получились Это «Склеем», «Раны», «Раны болят» То, что... «Склеем» — это вот свежий клип Как раз в этом году вы сняли Мы его сегодня посмотрим И презентуем Сегодня посмотрим все вместе Там Дмитрий Певцов в главной роли Да, вообще там такая красивая Романтическая история История Инны, да, и Дмитрий Певцов Вы как пытаетесь совмещать, да? Материал новый И... Да, просто, конечно, тяжело его Как сказать? Интегрировать Интегрировать, да Тяжело представить Да, людям Потому что хотят, конечно, Слышать те песни, Которые им знакомы с детства Но мы все равно Это нужно стараемся Все-таки Конечно, нужно, конечно «Моден Токинг» Я хочу сказать, что она уже хорошо пошла Можно сказать, в народ И ее поют И знают И клип крутился долго, да Ну, вы понимаете, мы делаем эти песни Не потому, что просто там нужно делать какие-то песни Просто невозможно существовать коллективу И не делать И не делать нового материала Да, творчески не развиваться Это тяжело Это ступор Ну, определенные, да То есть все равно нужно что-то интересное делать Чем-то интересоваться Вот спросили по поводу новой музыки Конечно, интересуемся И, конечно, то, что мы производим Какой-то новый материал Мы стараемся его сделать Соответствующему Времени Времени, да Как нам это кажется Но при этом все должно быть в определенной стилистике Не обязательно? Нет, ничего подобного То есть, конечно, мы не делаем песню Условно говоря, там, используя, там, рэп или еще что-то Ну, потому что просто Мне кажется, что неорганично это будет в наших песнях Это лирика Это лирика, но это прям не совсем эстрада Как, допустим, песня «Тундры» или «Вся жизнь впереди», «Не надпечалиться» То есть мы все-таки стараемся что-то такое делать Ну, то, что нам нравится То, что нам по душе Да, что нам по душе Вот о том, если говорить, что нравится Миша, у меня есть такая про тебя информация Ты же еще и озвучивал фильмы То есть ты, можно сказать, актер озвучания Или это был такой опыт небольшой Эксперимент Эксперимент, да Как тебе такая работа? Расскажу, поделись своими Я стараюсь не врать Я не озвучивал Не озвучивал Почему врать? Я объясню Дело в том Дело в том, что я озвучивал именно вокалиста А, то есть ты пел Да Я даже скажу так Я попробовал озвучивать именно героя Мы говорим сейчас Давай поясним Классный мюзикл Это называется Классный мюзикл Это три или четыре даже серии было Очень крутой был такой молодежный фильм-мюзикл Да Это достаточно такое было Там Зак Эфран в главной роли Ну классно, классно, да Зак Эфран в главной роли актрисы Я забыл, как девочку зовут Ванесса Хаджинс Да, это суперзвезды вообще в Америке И здесь, когда появился этот сериал сначала Там из трех серий Но я не знаю, какой это правильный сериал или нет Вот, то, конечно, сразу все дети Вся молодая аудитория влюбилась в этого Зака И в эту Ванессу И в их антиподов, там, вот этих ребят Я как раз озвучивал Ну такая школьная любовь, да Да, школьная любовь Я озвучивал как раз там мальчика, главного героя Одного озвучивал Сережа Лазарев Да Я озвучивал там Райана Вот, я за него пел А говорить я за него не стал Не говорил Ну, как-то попробовал пару раз Вроде говорю ничего Но именно там как-то не получилось Хотя я заканчивал институт А вот поешь за него шикарно, да? А пою за него вроде достаточно неплохо Хорошо Очень хорошо Да классно, классно Я просто вот Друзья, задавайте вы свои вопросы 909-928-189-9 У нас небольшая пауза сейчас Мы скоро вернемся Будьте со страной ФМ Друзья, мы продолжаем Это «Лучшая в стране» Группа «Новые самоцветы» В гостях у нас сегодня Обещали рассказать нашим зрителям и слушателям Как ребята Вот у нас находится сейчас Яна и Миша Как попали они в самоцветы И может быть еще расскажет историю Ну, участников других Другой пример Александра Кто первый? Ну давай, Яна, давай Начинай, давай Ну, сначала была Инна Маликова Да Она как бы со своим папой Юрием Федоровичем Маликовым Решили, что такое дело, как самоцветы Должно иметь какое-то продолжение Может быть, какое-то свежее второе дыхание И Инна познакомилась с Александром Постоленко Я сейчас пять копеек вставлю Был юбилей самоцветов 35 лет Так И в честь этого юбилея возникла идея сделать какой-то, может быть, дуэт Или какой-то, ну, некий коллаборацию-коллектив Ну да, вроде как бы Да, то есть о самоцветах речи-то не было изначально Вот я сейчас тоже знаю, какое-то новенькое Ну, это как я помню Она сделала дуэт с Сашей Постоленко А Саша Постоленко — это наш тоже солист Да Вот, а он был и есть достаточно известный такой актер Музыкального театра Да, музыкального театра из мюзиклов Нотердам де Пари, Ромео Джульетта, Граф Монте-Кристо Вот в таких он работал, как бы, проектах Еще в различных проектах других там городах и странах Вот, и он сделал сынный дуэт Песню «Рассвет, закат» А потом уже из этого как-то так родилась группа «Новые самоцветы» То есть решили провести кастинг Собрать еще двух молодых людей Как вы попали на кастинг? Как вообще вам пришла эта информация? Ой, у нас, знаете, как получилось, что есть девушка такая замечательная, Лера Которая нас как-то всех и... Скомпоновала Ну, нас с Мишей скомпоновала, да, да, да И она вот была какой-то очередной фабрика Тогда шли проекты, вот эта фабрика Вот, и я там была как раз с Наташей Подольской, с Юлей Караулой Ну, просто какие-то кастинги отсматривали новую фабрику звезд Вот, и я там тоже, кстати, кастинг проходила, не прошла Я думаю, все, пора завязывать с карьерой Даже такие мысли были у тебя? Да, потому что я на тот момент закончила Плехановскую академию У меня был проект «Поющие вместе», вот, которые прославились в свое время песни такого, как Путин И какие-то у меня были еще попытки в каких-то проектах поучаствовать Сольные Они были сольные, да, тоже, ну, такие не сказать, что сильно удачные И все, я думаю, ну, все, значит, это знак, мне пора заканчивать, завязывать И буду серьезно себе, да, серьезно искать Да, правда Ни в коем случае Вот, и подошла Лера, мы тоже были знакомы с ней уже давно Она говорит, ты знаешь, вот проект какой-то вот новый Инна Маликова делает Пробуй Да, не хочешь завтра сходить на кастинг? Я говорю, нет, Лера, вот ты понимаешь, и все, вот я прям отрубила, и все Она говорит, давай, вот тебе телефон, на всякий случай адрес, там все явки, пароли, ты подумай И я на утро встала, причем совершенно не собиралась ни с вечера, ничего, и все У меня вот как кто-то пнул, да, думаю, ладно, я съезжу, и все Съездила уже 13 лет Так, ну это, конечно, такая сказочная история Да зачем тебе эта фабрика, я вообще не понимаю, с таким голосом, Яна, что такое? Миша нашла, значит, вы меня ждали Конечно, ждали Миша, как у тебя все сложилось? Лера Тувина Вот Лера Тувина, это человек, который, в принципе, нас и привел в новые самоцветы Она делала нам концерты Я как раз уже закончил «Фабрику звезд» пятую Так «Фабрику звезд» стала Борисовна Пугачева И мы ездили в туры А Лера устраивала нам концерты по Москве, по разным всяким там клубам Городам весь Да, в основном московским И вот она меня увидела, и как-то мне позвонила и сказала Миша, вот точно то же самое все Инна Маликова и Юрий Федорович делают проект Такой вот проект, ну, как бы пока непонятно, как там, что называться будет Но вот некий проект, который будет на телевидении Вы будете выступать, петь Может, хочешь поучаствовать? Я говорю, ну, не знаю, я как-то там что-то сольно там, что-то вроде хотел Вот, и сейчас «Фабрика» у меня еще Она говорит, ну, ты, в общем, реши, приходи Пробуй Да, и я приехал, и оказывается... Получилось, что пришли-то только Миша и я А мы как раз сзади виделись на этом кастинге «Фабрики» Мы были знакомы с Мишей тоже Но мы не знаем, что было за этим За занавесом, может быть, и был кто-то И мы заходим, и встречаемся в студии Я так, Миша, и в обнимку, а именно уже как бы сидел И Юрий Федорович был, да А накануне Яна меня, так сказать, везла на своей прекрасной машине А, то есть вы видели, да, мы видели за этим Обалдеть, не знали, что мы встретимся Может быть, не в этот, прям, не за день до этого Но мы были в гостях у Наташи Подольской Там я, собственно, и познакомился с Яной Судьба, короче, сводила нас, наверное, со школы Слушайте, ну а какой вот вы можете сделать Может быть, какой-то совет на путствие Людям творческим Все-таки среда конкурентная Вы прошли, вот даже был опыт Когда не прошли всякие кастинги Были взлеты и падения Вот какой урок, может быть, вы вынесли И уже можете это все превратить в какой-то совет Для людей Ну, я думаю так, что если ты точно знаешь, что ты в правильном управлении Но ты же не знала, то есть ты же думала, что уже пора все Получается, были такие сомнения Ну да, были сомнения такие Но очень долго уж у меня не получалось ничего И я вот именно начала в себе сомневаться Думаю, наверное, я просто не в те двери стучу Ну, то есть, наверное, мне вообще с этим надо завязать Сменить немножечко, как бы, вектор И потом, может быть, само все сложится Ну вот я его не успела сместить В этот момент открывается Миша, нам нужна мужская точка зрения В этот момент открывается дверь как раз У меня точно такая же ситуация была То есть я занимался музыкой И еще до фабрики И у меня даже был сольный проект И если кому интересно, посмотрите Называется «Макс» Песни «Не забывай» Можно найти Все это есть на просторах интернета Вот То есть у меня была какая-то сольная деятельность Да, потом я попал на фабрику Причем совершенно тоже достаточно так случайно Я уже свою жизнь связывал с торговлей Вот, одеждой Да, и параллельно я не хотел бросать музыку Но я думал, что раз уж у меня сольная карьера не идет Музыкальная То я буду петь, писать песни Но буду именно студийной деятельностью заниматься А там как пойдет То есть вот в это направление музыку я никогда не хотел бросать А вот что касается, конечно, открывания дверей Вот опять же шанс Фабрика звезд, кастинг Попал на фабрику Значит, ну не надо бросать Значит, постоянно мне откуда-то приходят Вот эти двери открываются В общем, самое главное В общем, смысл такой, что нужно пробовать еще что-то Если это твое, оно от тебя не уйдет Оно обязательно к тебе когда-нибудь Скоро или нескоро постучит Такие чудеса под Новый год Смотрите, друзья, у нас сейчас будет ваша работа свежая Которая называется «С клеем» Клип и песня Мы сейчас ее посмотрим И давайте уже после нее обсудим Посмотрим, заценим У нас премьера Итак, телерадиоканал «Страна.ФМ» презентует работу с клеем «Новые самоцветы» Друзья, все внимание на экраны Звоню тебе сто раз на день И нам друг друга лишь надо В твоей закрытой квартире Мы ангелы в этом мире Так сильно может раз в жизни И нафиг всех моралистов Мы любим честно и чисто И наши губы так близко Мы станем с тобой От любви нежнее Давай не портем этот мир А склеим Мы станем с тобой От любви нежнее Давай не портем этот мир А склеим Давай 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 Безумный смех сто раз на день Мы тратим деньги на счастье Быть невлюбленным так скучно У нас с собою безучесть У нас обветлены губы Целуем нежно и грубо Не знаю, так и живую Но без любви Не целую Мы станем с тобой От любви нежнее Нежнее Давай не портем этот мир А склеим А склеим Мы станем с тобой От любви нежнее Нежнее Давай не портем этот мир А склеим Давай 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 Мы станем с тобой От любви нежнее Нежнее Давай не портем этот мир А склеим А склеим Мы станем с тобой От любви нежнее Нежнее Давай не портем этот мир А склеим А склеим А склеим Мы станем с тобой От любви нежнее 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 Давай не портем этот мир А склеим А склеим А склеим Давай Давай Давай, давай, не порвел этот мир, а склеим. Давай, 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 не порвел этот мир, а склеим. Давай. Лучшее в стране. Итак, посмотрели работу с клеем, ну рассказывайте, как снимали, как создавали. Такое приятное настроение. Долго съемки ли проходили? Да нет, я бы сказала, что где-то за день чуть-то сняли его. Да, но подготовка была, конечно, там пару недель где-то, клипы, то есть сценарный план, как это всегда бывает. А вы участвуете в концепции, вот что снимать, что делать, да? Ну, больше, мне кажется, по этой песне как-то не так это все-таки было. Хотя, может быть, и она больше погружалась именно в направление бьюти, потому что я так помню. Бьюти люди. Бьюти люди. Бьюти люди. Бьюти люди. Просто, ну, и дива певцов-то хорош. Да. О! О, ну-ка! Конечно же, конечно же погружались. Мы когда думали по поводу актера, вот как-то однозначно. Перебирали актеров долго. Не перебирали, а выбирали, да, кто вот может подойти на роль к Инне, чтобы подходил. Да. Чтобы какой импозантный, красивый, комфортный, играл хорошо, да. И вот так вот все так сложилось, идеально, я считаю. Вот сейчас я вспоминаю этих актеров, я не умоляю их достоинства ничуть, но вот мне кажется прям... Певцов. Никто бы не подошел так, как Дима, да. Певцов. Потрясающе. Да, он прям с первой секунды как, да. А как на площадке он работает. Ну, во-первых, это такая предельная концентрация. Ну, ты же как актер, тебе же интересно еще со стороны посмотреть, да? Ну, актер... Любому будет интересно посмотреть. Ну, понятно. Потому что это вот... Да, это ремарочки ставите. Это живое, вот живое кино. Вот я смотрела просто открыв рот, потому что это такие сцены разыгрывались. От него энергетика невероятная идет. Вот они третий, четвертый раз переснимают, а он всегда по-разному это делает. И всегда круто. Причем вроде ничего такого не происходит. То есть он не старается делать какие-то там, я не знаю, театральные там, убиты. Все просто от него прет. Ты просто веришь. Да. Ты просто веришь, и чешется просто отваливаться. А комфортно с ним взаимодействовать? Ну, мы не сильно взаимодействовали. У нас как бы в кадре не было с ним. У нас зато Инна прям, мне кажется. Ну, у нас Инна, ну, вот так вот, как вот вы сидите сейчас вот с Мишей. Ну, вот чуть-чуть, ну, чтобы в кадр не попадать. То есть им нормально, да, партия сыграла? Да, Инна владеет. Подключилась к процессу. Ей не очень понравилось, конечно, потому что он с этим человеком, с ним работать очень удобно. И раскрываться. Да, он как бы цепляет, зацепку дает, а Инна, соответственно, тоже как актриса, она же тоже детис закончила. И в театральных интерпризах она играла. И ей было очень легко с ним работать. Никогда ты кого-то раскачиваешь, да, наоборот. Друзья, мы знаем, что вы можете нам, ну так, исполнить небольшой музыкальный новогодний подарок. Экспром, точно, Экспром сделал для нас, да? Ну, конечно. Мы так договорились вне эфира, но я думаю, что наших зрителей и слушателей можно порадовать. Что это будет, что вы сейчас... Ну, тогда с наступающим Новым годом можно поздравлять? Конечно, давайте, да, поздравим и споймем. Да, дорогие зрители и слушатели, мы хотим поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Поросенка, да, и все вместе попросим, чтобы он не подкладывал нам хрюшек всяких, а чтобы был удачным, счастливым, здоровым, сытным, веселым. Я не знаю, что еще. Я присоединяюсь ко всем тем словам, которые Яна сказала. Желаю удачи, счастья. Действительно, чтобы год был очень хороший. И чтобы у всех было в хорошее настроение. А на елках много новогодних игрушек. Это точно. Самых удивительных, самых потрясающих. Новогодние игрушки, желаем, желаем, желаем. И поем мы специально сочинили для этого дела мы сегодня песню. Долго думали. И вот песня Аркадия Харалова «Новогодние игрушки». Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем. На-на-на-на-на-на-на-на. А веселые зверушки мой перевернули дом. На-на-на-на-на. Завели веселый хоробот. Ну, до чего смешной лесной народ. И не верилось, что все пройдет сказочным сном. На-на-на-на-най-на-на-на-на. Ой, мандаринами запахло, чувствуете? С Новым Годом! С Новым Годом, класс! Как новогодние праздники ваши обычно проходят? Ну, не перед, вот эта вся движуха, а после. И сам Новый Год, как отмечается? Я превращаюсь в матрас на пару дней. Но в этом году у нас не получится, потому что первое число мы уже работаем, и второе число мы работаем. Ой, это хорошо, это хорошо, это прекрасно. Я превращаюсь в матра... Я говорю матранг. Медуза! Я превращаюсь в матранг. Ну, ты, получается, тоже работаешь, да? Конечно, мы уже, мне кажется, на протяжении всех этих лет, сколько существует новой самоцветы, мы работаем. Честно сказать, даже работы, как-то вот язык у меня никогда не поворачивается называть. Ну, в общем, на праздниках выступаем. Ну, почему? У нас один раз была прям работа! Семь концертов за одну ночь. Ну, такой год, семь концертов за одну ночь. Да, да, да. И уже на последний концерт мы приехали к шести утра, и уже видно, что гостям уже совсем не нужно. Вот как в анекдоте, уже некоторые спали на столах, многие, большинство. Ну, подошли организаторы и сказали, работайте, сколько сказано. 45 минут, мы говорим, да уже... А мы уже друг для друга поем, уже там не так надо. Мы уже, как сейчас, да, так просят друг от друга. Бокальчик не выпил, просто шампанского, ну... Ну, на самом деле, все равно понравилось. Это интересный очень опыт, когда вот ты вот так вот впритык вот всего пытаешься успеть съездить на все вот эти площадки. Смотрите, вот вы, мы уже еще раз напомним, что 7 декабря у вас вышел альбом. Зима. Да, зима, новогодних песен. То есть мы уже можем их включать перед Новым годом, заряжаться хорошим настроением. Обязательно надо включать. Обязательно скачивайте, покупайте на iTunes, на всех площадках. У нас была красивая выпуск альбома, фотосессия. Там такая праздничная картинка заглавная. Ну, молодцы. Я хочу всех позвать на наши соцсети, чтобы посмотрели у нас. В соцсети ваши, чтобы посмотреть. Там, кстати, можно и немножко даже эти песни послушать, а потом их можно еще и... Скачать. Скачать, да. Ну, понятно, да. Это тоже ваш новогодний подарок. Заходите на Новый Сима Цвета на нашей страничке в Инстаграме. Да. У нас, смотрите, такое классное от вас напутствие, что никогда не опускать руки. Мы тоже вам этого желаем. Хотя вы уже такие профессиональные классные артисты. Все равно это всегда нужно. Да. Время такое, непростое. Вы большие молодцы. И знаете, вот что я хочу вам пожелать? Чтобы такая музыка добрая, действительно добрая, хорошая, была всегда популярна и понятна молодому поколению. В двух словах, у вас уже есть дети. Как они относятся к тому, что поют родители, мама, папа понимают вот то, что нравится? Конечно, понимают. Я свою маленькую дочку вообще с ней на сцене пробыла до самых родов. Правда, правда. Да, у нас должен был быть концерт. Я позвонила из роддома, говорю, ребят, причем в ватсап группе пишу, мне кажется, у меня сегодня не будет на концерте. Инна, как? Как-нибудь? Я говорю, ну я родила просто. А мы тебя ждали. Семь концертов. Ну класс. Так что она впитала вот, что называется, с молоком матери все песни самоцветия. Миша, ну мы уже поняли, у тебя сын тоже в теме. Да, у меня сын все слушает и, кстати, ему нравится и даже подпевает. Я так чувствую, скоро начнет разучивать и все это воспроизводить. Пятый вот как раз парень, солист, может скоро прийти в группу. Ну, вы знаете, вот у Инны тоже сын Дима, Димочка, он тоже, кстати, может быть, еще споет. Ну вот будет кастинг. Друзья, спасибо вам огромное. Группа «Новый самоцвет» была у нас в гостях. Спасибо. Целуем. Пока. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok